Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 15 главе книги «Бытие». 15 глава начинается с того, что Бог обращается к Аврааму было слово Господа к Аврааму в видении ночью и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика, я твой щит». Вот еще одна форма обетования Божьего. «Не бойся, Авраам, я буду защищать тебя, я твой щит». По тому, как устроено повествование, это происходит в результате того, что Авраам встречается с Милхиседеком, благословляет Бога, и Бог благословляет Авраама. Ну и вот таким образом Бог дает некоторое новое Аврааму обещание. И дальше автор рассказывает сюжет, который очень хорошо известен, очень традиционен, распространен широко в самых разных текстах, самых разных жанров древневосточной, да и не только в древневосточной литературе. Ну вот сюжет этот, тем не менее, здесь выписан довольно подробно, как некоторый фон для того, о чем на самом деле автор хочет рассказать читателю. Итак, Авраам отвечает Богу и говорит, ну вот ты говоришь, я твой щит, и что ты мне дашь? Кроме этого обещанного, так сказать, щита, наследник мой, распорядитель мой, в доме моем этот Елизер из Дамаска, я остаюсь бездетным. Как мы уже с вами видели в одной из предыдущих глав, многочисленное потомство для культуры архаической, в том числе к той культуре, к которой принадлежит Авраам, есть способ сформулировать понятие, выразить, воплотить понятие бесконечной, вечной жизни, победы над смертью. Если Авраам остается бездетным, то и распорядитель, соответственно, наследники, и этот Лазарь из Дамаска в его доме, все остальное, чтобы Бог не давал Аврааму, все оказывается призрачным, тщетным и бессмысленным, потому что смерть именно обессмысливает любые блага, богатства и защиту, которую может Бог предложить Аврааму. Заметьте, что не ради этой мысли самой высказывает автор эту формулировку, что ты дашь мне. Ну, вообще, конечно, она очень важна, потому что предлагает в первую очередь ценить жизнь. Но еще раз повторю, едва ли эта мысль входила в коммуникативное намерение автора. А Авраам уточняет и говорит, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. Таким образом, Авраам принужден, обречен и он закончится в момент своей физической смерти, закончится. Тоже заметьте, что это эпоха великих мужей, чьи отношения с Богом в духе так глубоки, что нам и не снилось, но тем не менее вот эта вот идея посмертного воздаяния вот этого вот всего личного бессмертия души бессмертной платоновской какой-то, которая там питается нектаром и амброзией в Елисейских полях, вот этого ничего у автора нет. Нет вообще. Еще раз повторим. Это удивительно, но это важный факт. За идеей, что если у человека нет детей, нет потомства, значит, на нем его жизнь оборвется, за этим выступает фоном подразумеваемое отсутствие идеи, что человек умирает, какая-то душа с крылышками от него отделяется и отправляется в некое путешествие через 150 тысяч таможенных постов и вот это вот все, вся вот эта вот позднесредневековая живопись. Нет у этого автора бытия. Более того, даже и составитель находит эту позицию абсолютно естественной и, по-видимому, она не вызывает у него никаких вопросов. При том, что между событиями и записью авторской, записью рассказа там может быть тысяча лет, а то и больше, и между записью авторской и составлением еще лет условно скажем 400, 500, ну, скорее 400. Вот на всем этом протяженном временном отрезке, на самом деле и потом тоже, вот этой очень поздней или низервной идее порхающей вечной души, переселения, там, загробные рыдания, вот это вот все, ничего этого нет. Нет. Потому весь драматизм рассказа и сводится к главной фразе я остаюсь бездетным, знать, значит, для Авраама никаких других перспектив нет. Ну, мы говорим здесь об Аврааме, как у персонажа. Понятно, что личность праотца остается для нас, в общем, закрытой, мы можем только читать то, что записывает автор. Ну, вот он записывает именно это. «И было слово Господа к Аврааму, и Господь сказал ему, не будет он твоим наследником, имея в виду этого Элиэзера из Дамаска. Но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником, будет у тебя действительно потомок, происшедший из чресл твоих». Там еще, на самом деле, дальше мы увидим, что, по крайней мере, для Авраама есть еще важный момент, это должен быть не только потомок из чресл Авраама, он еще должен быть отзаконной жилой, но здесь пока разговор об этом еще не идет. Господь обещает это Аврааму и больше того, говорит, посмотри на небо, дело происходит ночью, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их, вот столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу и он изменил ему это в праведность. Значит, Бог обещает Аврааму бесконечное потомство, тем самым бесконечную жизнь, неподвластную смерти, победу над исчезновением, над небытием, вот, может быть, правильнее даже говорить, не столько победу над смертью, сколько победу над небытием обещает Бог Аврааму. и Авраам довольно неожиданно, вероятно, для самого себя, как по мысли автора, Авраам поверил Богу, поверил в то, что эти слова действительно сбудутся, и это, собственно, вменяется ему в праведность. Очень известные слова, цитирующиеся в других частях священного писания популярные у самых разных христианских писателей. Обычно мы понимаем это дело так, что Авраам сочтен праведным потому, что смог доверять Богу. Это наиболее популярное, ну, и, в общем, достаточно непротиворечивое толкование. Может быть, автор имеет в виду куда более простую вещь. Может быть, он хочет сказать, Авраам поверил Богу, и Бог решил, что это хорошо, и Бог это одобрил. Не так, чтобы Бог решил, что хоть Авраам и жуткий характером персонаж, и не сдержанный, и за рулем выражается, еще что-нибудь, но вот одно есть у него достоинство, ладно, поэтому будем считать его праведным. Нет, нет, Авраам доверился Богу, и Бог одобрил, призрел, так сказать, благословил, вмиил, в праведность, то есть, счел праведным вот этот поступок, одобрил его. Дальше Господь говорит Аврааму, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского. вот посмотрите-ка, в предыдущих главах Господь сказал Аврааму одно, Господь сказал Аврааму другое, потом выходит из Салим, говорят, что это типа Иерусалим, царь Милхиседек, который благословляет Авраама именем Бога Всевышнего, и рассказывается об этом как о некой первой встрече Авраама с Богом, с Богом Милхиседека, потому что вот Милхиседек был священник Бога Всевышнего и Бог Всевышний благословляет Авраама, Авраам благословляет Бога Всевышнего, как вот просто они только что познакомились, такой рассказ. Но перед этим же по крайней мере составители говорили о нескольких словах, которые Бог говорит Аврааму и которые Авраам исполняет, заметьте. Ну и где-то вот здесь в 7 стихе сходятся концы с концами. Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, то ли Бог, о котором возвестил ему Милхиседек, говорит Аврааму, это я тебя вывел, из ура Халдейского. Я тот самый. Ну, скорее всего, вот так. То ли, может быть, наоборот, Бог, которого Авраам знает, с которым он уже до этого в каких-то взаимоотношениях состоит, которые он слушается, вот он называет себя Богом Всевышним, Господом, который благословляет Авраама через Милхиседека. Это я тот Бог, священником, который является Милхиседек, который благословил Авраама, который вменил ему доверие в праведность. Вот он говорит, это я тебя вывел из ура Халдейского, я Господь. Вообще, конечно, выражение «Я Господь» в надписях, ну или аналогичному выражению в надписях той эпохи до некоторой степени можно считать обычным выражением, как начинают свои, например, повеления «Я фараон Иван Иванович повелеваю» или там «Я ассирийский царь Синахириб 39-й повелеваю». Вот «Я Господь, который вывел тебя», говорящий здесь идентифицируется с некоторыми событиями, о которых хорошо известно тем людям, к которым собственно он обращается. Ну вот это этот способ выражаться это именно об идентификации, кто кем является говорящий, в данном случае Бог по отношению к Аврааму, «Я тот, кто тебя вызвал». «Чтобы дать тебе землю сию во владение», надо заметить тоже, что у авторов и составителей на самом деле потрясающие целомудренные мозги. И они пишут в простоте и компилируют в некоторой простоте и не пытаются розовыми соплями все это замазать толстым слоем, чтобы получился лубок. Нет. Они вообще не видят в этом даже проблемы и задачи. Поэтому они совершенно спокойно рассказывают о том, что Авраам, который поверил Богу, причем поверил настолько, что Бог счел это доступным одобрением, вменил ему в праведность. Вот этот самый Авраам немедленно после этого говорит, а почему мне знать, что я буду владеть этой землей? Чем докажешь? Чем докажешь? Вот такой вот рассказ, который чрезвычайно тоже для авторов важен, потому что дальше в исходе вот будут упоминаться один за другим случаи ропота, когда израильтяне будут говорить, вот ты нас вывел, а ни маршрутов, ни карт, ни дороги не построил, ни отелей по пути вообще, и неизвестно, мы сейчас туда придем, бац, а там живут какие-то уже проходим цель, да, вот как, мы не верим, мы не верим, мы не верим, голодаем, это же много очень раз встречается, более того, в тот момент, когда составитель составляет это повествование из фрагментов, составитель-то как раз там ближе к уру халдейскому, а выйти его читатели призваны из той земли, в районе двуречия, условно скажем, да, вот по плодородному полумесяцу на запад и на юг в ту самую землю обетованную, в которую, обещает Бог Аврааму, и тоже они там так хорошо устроились, у них уже эти самые международные банковские корпорации, они уже интегрированы, даже ассимилированы в экономику, занимают положение при дворе, не все, некоторые. Чего им в эту иудеи возвращаться? Что им эти развалины Иерусалима? Очень не очень неохота. И это, кстати, в исторических книгах, да, отчасти в литературе мудрых, найдет свое отражение. То, что далеко не все возвращаются и далеко не все делают это охотно. И вот здесь поэтому вокруг доверия Авраама тоже автор для своего читателя предлагает такой значимый сюжет. Почему? А как быть уверенным? Как быть в этом уверенным? В том, что действительно Бог даст эту землю. И вот Господь говорит Аврааму, дает ему некое повеление взять несколько животных, трехлетних, рассечь их и вот так положить одну часть против другой. Да, такой получается целый коридор, где слева половина теленка и справа половина теленка, слева половина козы, справа половина козы. Вот такое пространство между рассеченными животными. Так заключают договоры. И это способ заключить договор, который обязывает участников кровью то, что в романах Дюма и тому подобных средневековой или поздней Европе там заключают через кровь, через какую-нибудь царапину и тому подобное кровное союзы, вот это все в рыцарской культуре достаточно нередко встречающиеся. там заключают вот так договор, который делает людей кровными родственниками. Разрубают телицу и оба один и другой проходят между этими двумя половинами. Ну и символика совершенно банальная, очевидная, они как бы внутри одного объемлющего их существа и кровью этого самого существа соединяются. Ну все в общем прозрачно совершенно. А новое здесь скорее всего и удивительное, на что хочет автор обратить внимание читателя, то что это происходит между Авраамом и Богом. Удивительным, непостижимым образом при захождении солнца сон напал Авраама и напал в него ужас и мрак великий. Ну, наверное, конечно, страшно. Сидит он ночью под звездами в этой пустыне, эти половины разрубленных животных у него по сторонам, и вот он совершенно в этой ситуации один и, может быть, попытался представить себя перед реальным Богом. не теми выдуманными башками, злобными, похотливыми, хитрыми, какие изображаются и доме, а вот тот неописуемый Бог Милхиседека, Бог Всевышний, вот как-то, вероятно, Авраам. Для автора рассказа это, скорее всего, подразумеваемый смысл, как-то, что-то такое Авраам понимает новое, напал в него ужас и мрак великий. Еще один важный очень нюанс включения этого рассказа в повествование. люди с большим удовольствием готовы относиться к Богу как к универсальному решали, который решит все проблемы, который сделает прекрасный климат, который сделает стабильный, не знаю, экономику, победит войну, человеческие несчастья каким-то образом устранит, и все будет мирно и справедливо, и все будет хорошо, хэппи-энд глобальный. И к такому Богу люди готовы относиться несколько, я бы сказал, по-небратски. «Ну вот, да, ты достаточно хорошо поработал, чтобы построить мир, приятный для нашей жизни». Вот примерно так мы хотим относиться к Богу. Читатели, потенциальная аудитория, целевая аудитория составителей тоже, в общем, хочет относиться к Богу именно так, плюс еще у них в опыте большая-большая претензия к Богу, к его несправедливости, к тому, что Бог допустил плен и катастрофу. Ну вот, поэтому так они обижаются на Бога, что он недостаточно заботливая прислуга. Вот, может быть, самое точное определение. И поэтому автор рассказывает, напоминает об ужасе и мраке великом, о том, что реальный Бог гораздо больше любого людьми выдуманного образа. и вот точно так же, как в рассказе о неопалимой купине, где Моисею Бог говорит, сними сандалии, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Ну, что там эти сандалии меняют, в конце концов, ну, вот такой толщины полоска кожи, сними сандалии, это святая земля. Вот и здесь ужас и враг великий нападают на Авраама, потому что он соприкасается с реальным Богом, настоящим, существующим. Заметьте, кстати, что это имя вводится только в книги исхода, но разговор все время идет о том Боге, который действительно существует. Вот ужас и мрак великий, и Господь говорит Аврааму, знай, что там потомки твои будут пришельцами 400 лет, имеется в виду будущее египетское рабство, и после сего они выйдут с большим имуществом. Вот не оставляет эта тема автора равнодушной, потому что весьма вероятно, что скорее составителю, чем автору, а может быть и тому, и другому, вот царапает, коробит их эта история с израильтянами, которые обобрали египтян, выходя из Египта. Вот. Они, может быть, просто это другие люди, не те, которые уже включили ее в исход, так или иначе, вот они все время возвращаются, упоминают ее, вот, например, здесь выйдут сюда с большим имуществом. Это, конечно, прозрачный или полупрозрачный намек на вот это вот грабительство, ограбление египтян. Точно так же, как и в предыдущей главе тоже. И вот Господь говорит Аврааму после этого через определенное время через определенное время твои потомки выйдут сюда, ибо мера беззаконий Амареев до сили еще не наполнилась. Ну, обычно толкователи видят, что у Господа Бога такой пульт управления с разными там этими бегущими строками или стрелочками, циферблатами, как на космическом корабле, кто Звездный Войн смотрел, или Стартрек. Вот, значит, такой пульт, 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 и он смотрит, как там мера беззаконий Амареев наполнилась или стрелочка, или может еще второй пилот сидит, прости Господи, да, следит за этим. Амареев пусть живут на этой земле. Они не пришли еще, так сказать, в негодность человеческую. Они еще вполне себе люди, люди, которых нельзя просто так куда-то там сдвигать. Вот, собственно, о чем идет речь, когда Бог говорит о мире беззаконий. Ну, и самое главное, в конце главы, в последних стихах, когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. И это тоже отсылка к исходу, отсылка к тому дыму, столбу огненному и столбу облачному, который идет впереди и позади израильтян во время исхода ночью. Господь в столбе огненном, днем в столбе облачном, вот дым из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. Ну, было бы по меньшей мере глупо гадать, так сказать, как это, что это такое реально произошло, но в начале идет сообщение о невероятном событии, такого присутствия Бога, который действительно проходит между этими животными, как люди, заключающие завет. Потом оно обретает форму вот этого столба огненного и облачного и в этой форме записывается, вероятно, и соединяет таким образом эта картинка, этот образ, соединяет того Бога, о котором идет речь здесь, в середине или даже в первой трети бытия, и того Бога, о котором идет речь дальше в исходе. Это важно по меньшей мере для составителя, очень важно, единство Бога, о котором говорит вся Тора подряд. И вот в тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав торжественно, сказав, обещав потомству твоему даю землю сию, то есть вот такой вот неравноправный договор властелина и покоренного племени, где властелин на определенных условиях определяет этому племени пространство для жизни. Продолжение следует...